Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, буду вам очень признателен и это реально поможет развить каналу, плюс для вас будет естественно больше разных интересных видео, а мы продолжаем. Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре самая дешевая игровая гарнитура с двумя микрофонами, с активным шумодавом на микрофоне, которая только была. Она продается на Алиэкспрессе, ссылки все внизу, стоят всего 700 рублей, и это Plexton Movie RX3. Выглядит она вот таким вот образом. Дизайн реально прикольный. Идет в комплекте. В комплекте у нас идут сами наушники. Естественно, в комплекте идет вот такой микрофон, который крепится к самим наушникам, причем крепится он достаточно прикольно, там есть ограничитель, то есть он у вас не болтается. И как бы вы его не настроили, он у вас будет все время здесь находиться, то есть очень удобно. Если вам микрофон абсолютно не нужен, вы его вытаскиваете, у вас обычные наушники, с которыми вы можете спокойно ходить. И самое что интересно, если вдруг вам наберут, когда вы будете с ними гулять, вы можете абсолютно спокойно ответить через микрофон, встроенный вот сюда вот в пультик. Сейчас мы проверим оба микрофона, как они звучат и работает ли какой-то шумодав на тот или на тот, потому что за 700 рублей, вы сами понимаете, может быть все. Еще один из минусов, это то, что пультик, видимо, сделан на 3D принтере, напечатан. Здесь есть кнопка ответа на звонок, естественно, ползунок, громкость, и очень удобно все работает. Только вот, да, обратите внимание, здесь вот минус, плюс, потому что иногда он соскальзывает, и наушники не работают. Плюс хотел обратить внимание на сам провод, он очень приятный, и на ощупь он реально какой-то прорезиненный. То есть это не, знаете, как веревка бывает, а вот именно такой вот, прям резинкой-резинкой. Дальше. Что у нас идет еще? Идет огромное количество инструкций, причем даже на самой коробке, вот здесь вот написано на русском языке. Здесь находятся 10-миллиметровые динамики, 4-миллиметровый интерферационный микрофон, встроенный, активный, шумоподавляющий микрофон, отличная звуковая изоляция, и вот мне очень понравился. Цвета бывают, естественно, черные, красные, зеленые, как это у Plexon у всех наушников. Дальше идет противоточный звук и воющий звук. Что такое воющий звук, я не знаю, но здесь нет никаких вибромоторов. Дальше у нас идет огромное количество. Во-первых, у нас идет крепление вот сюда, то есть чтобы микрофон у вас не бился и не шатался, вы можете это все прилепить на крепление, плюс 3 разных варианта затычек, которые вы можете подобрать под ваш размер уха, и у вас появится бас. Обязательно помучайтесь, подберите все, попробуйте, какое вам удобно. И, естественно, идет такая хреновинка на провод, который закрывает вот эту вот штучку, ездит, в общем, пластмасска, не знаю, зачем она нужна, никогда не пробовал. Плюс у нас идет переходник. Переходник нам нужен зачем? По умолчанию в данных наушниках у нас идет 3,5 миллиметра 4-пинный вход, то есть через данный вход идет и микрофон, и, естественно, идут сами наушники. Если вы подключаете вот такой вот переходничок, который тоже идет в комплекте, у вас получается два 3,5 миллиметровых джека, которые, естественно, один из них наушники, второй из них микрофон, и вы абсолютно спокойно подключаете его к своему ПК. А также я на коробке нашел такую штуку, где нарисован цвет, здесь написано 3,5 миллиметра и Type-C, то есть есть возможность подключить через Type-C, либо, если вы используете на телефоне, вам нужно приобрести отдельно Type-C в 4-пинный джек такой, либо в 2 таких, в общем, их огромное количество продается, я думаю, вы найдете, и, ну, если это вам нужно, то вы приобретете это отдельно, я думаю, за 700 рублей даже такой комплектации можно абсолютно спокойно порадоваться. Ну что, давайте приступим к тестированию микрофона, как встроенного, так и, соответственно, который одевается на наушник. Поехали! Итак, сейчас мы начинаем тестирование через обычный микрофон, который висит у вас вот здесь вот, то есть, ну, без вот этого варианта. Итак, через обычную запись голоса, который встроен в Windows, то есть без обработок, без ничего. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, это канал Шестеренка, Саундчек, Саундчек, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот таким вот образом вас будет абонент слышать, я думаю, когда вы будете разговаривать по телефону, скорее всего, потому что, если вы будете играть, я думаю, вы оденете вот этот вариант. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сейчас нажму на кнопку. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Это не отключение, это ответ на телефон, да? Как я и думал. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Вы сейчас меня слышите через вот этот вот микрофон, который уже подключается отдельно к наушнику. 1, 2, 3, 4, 5. Так вас будут слышать, когда вы будете играть, либо на телефоне, либо через компьютер. 1, 2, 3, 4. Мне кажется, так можно вести стрим. Один наушник абсолютно спокойно можно вытащить. И вы сидите, у вас ничего не давит на голову. Вполне себе удобный вариант. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Что касается саунд. Что касается активного шумоподавления. У меня сейчас шипит компьютер рядом. У меня что-то проблемка с вентилятором. Я не знаю, слышно это, не слышно, заметно, незаметно. Но мне кажется, качество записи хорошее. Если вы не будете во время записи шуршать или трогать наушники, так как они реально очень и очень легкие, я думаю, запись будет достаточно хорошая. Ну что, друзья, я не знаю. Лично мне качество понравилось. Я сейчас попробую поиграть и посмотрим, как после игры, что я на это скажу. Давайте посмотрим. Так, я сел поиграть в тестовую миссию. Ну, то есть, тренировочный вариант. Слушайте, звук мне очень понравился. Единственное, сразу могу сказать минус, это то, что реально короткий провод. То есть, вот смотрите, он метровый. Ну, максимум метр. Поэтому, я думаю, что они скорее всего предназначены для игры через мобильный телефон. Но, я не знаю, мне очень нравится. Слушайте, звук реально классный. Он прям очень четкий. Есть басы. Сейчас я вам постараюсь дать послушать. Так, прислоняю его к своему микрофону. Слушайте. По-моему, очень неплохо. Что скажете? Очень все четко. Так, сейчас проверим еще. Это проверка на музыке. Слушайте, ну, басы здесь явно присутствуют. С музыкой мне тоже все понравилось. Каких-то проблем я не нашел. Единственное, что могу предупредить, что у каждого разные, естественно, аудиокарточки. Какие встроены, какие нет. Как он будет вести себя на вашем мобильном телефоне. Как будет на моем вести, я не знаю. Поэтому у всех будет по-разному. Но сами наушники выдают классные. То есть через встроенную карточку, которая у меня в материнку встроена, все отлично. Лигу справедливости Зака Снайдера. Слушайте, ну, по-моему, вполне себе ничего. Вот таким вот образом они сидят в ушах. Я не знаю, у меня ничего не вылазит. Естественно, если вы будете бегать с таким микрофоном, то, скорее всего, он выпадет. Но вот именно так они абсолютно не мешают. Вот такой вот вариант будет без микрофона. И, соответственно, вот так вот у вас микрофон. То есть достаточно легко. Я не знаю, мне ничего не давит. Каких-то проблем я не вижу в этих наушниках. То есть за 700 рублей, мне кажется, это офигительно. Естественно, вы не ждите суперзвука, не ждите там супер какого-то баса. Но, извините меня, за такие деньги вполне себе приличный вариант. С учетом того, что микрофон действительно хорошо справляется со своими способностями. Я надеюсь, данное видео для вас было полезно. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Я вас очень прошу, потому что канал почему-то просаживается. Я не знаю, если вам так не нравятся мои обзоры, пишите, буду что-то исправлять. С вами был, как всегда, я Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока.